Федеральная служба войск Национальной гвардии России была сформирована чуть больше года назад. Какие задачи решает Росгвардия в Самарской губернии? Вы смотрите программу «Первые лица» и, как всегда в нашей студии, люди, которые принимают решения. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В нашей студии начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Самарской области, полковник полиции Василий Глотов. Василий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы говорим о создании Росгвардии. 5 апреля 2016 года президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Бутин был подписан указ номер 157 об основах Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Мы говорим о том, что в состав, в частности по управлению Самарской области, так же, как во всей России, в состав Росгвардии вошли подразделения вневедомственной охраны, ОМОНы, СОБР, лицензионно-решительная работа и небольшое наше авиационное подразделение в этом составе. Значит, первый этап, который состоялся, он уже прошел. Считаем, что он прошел для нас безболезненно, потому что мы главную задачу сделали. Сохранили кадровый резерв, который был, существовал в полиции. Значит, в наших подразделениях вошли все. Значит, те вопросы взаимодействия с главным управлением по Самарской области, которые возникали, они решены. И мы сейчас идем твердым шагом по пути выполнения тех задач, которые стоят перед нами. А какие задачи стоят? Вот какие стояли и какие стоят, так сказать? Ну, задачи остались фактически те же самые. Это прописано в указе и в законе о войсках Национальной гвардии. Значит, это, во-первых, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности. Это обеспечение охраны режимных объектов, государственных объектов, которые подлежат обязательной охране сотрудникам полиции. Они утверждены все постановления правительства Российской Федерации. Вот это обеспечение, оказание помощи Федеральной службы войск, Федеральной службы ФСБ по охране целостности границ наших. Кроме того, у нас в список входит участие в соблюдении и обеспечении режима обеспечения чрезвычайного положения, военного положения в период правового режима, про переведение как раз по контрактических операций, оказание содействия, то, что я говорил, уже в целостности нашей государственной границы. Кроме того, мы отвечаем за федеральный государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оружия, частной охранной деятельности, в списке, а также обеспечения безопасности объектов топливного и энергетического комплекса. То есть, то, что обеспечивает жизнь, скажем так, людям. Да, жизнедеятельность полностью нашего государства, Самарской области в частности. Василий Анатольевич, Вы сказали, что первый этап закончился, значит, предполагается и второй. Второй этап идет сейчас, да, это завершение построения системы войск национальной гвардии без снижения служебного боевого применения и готовности к выполнению боевых задач. Это в целом будет сформировано уже окончательно, все управление войск национальной гвардии, сформировано и уже, скажем, определено то. Будет еще и третий этап, который состоит с сентября по январь 2018 года. И в третьем этапе, значит, подразделения СОБР, ОМОН, они перейдут на военную службу. Василий Анатольевич, я правильно понимаю, что Российская гвардия в итоге становится, скажем так, боевым подразделением, которое включает в себя в том числе и тот Ротвейс, который раньше назывался внутренние войска? Ну, скажем так, что внутренние войска явились базовой для нас системой, и мы вошли в единую систему войск Росгвардии. И сейчас, скажем, управление Федеральной службы войск Российской гвардии по территориальным подразделениям принимает, скажем так, главенствующее положение, и в некоторых случаях является оперативным руководителем, и в порядке подчинения внутренние войска, так скажем, бывшие, подчиняются управлению Росгвардии. И, соответственно, на территории Самарской губернии Вы командуете теми войсками, которые ранее назывались внутренние войска? Ну, оперативно. Оперативное управление? Да, оперативно. По Самарской области, в частности, наше подразделение, оно не является нам, не подчиняется оперативно, потому что по ряду своих задач мы не можем и не имеем права руководить в данном случае теми подразделениями, которые входят в подчинение внутренних войск, и в частности, нашей бригады. Вы сами сказали, что сегодня Росгвардия администрирует частную охранную деятельность и детективную деятельность. Что изменилось в этой сфере работы? Как изменились требования после того, как они стали подчиняться Вам? Ну, здесь надо сказать, что, в принципе, все осталось так же в этом уровне. И мы, согласно, скажем, нашего федерального закона, здесь 26-го, о войсках национальной гвардии, осуществляем федеральный государственный контроль за соблюдением законов России в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности. На сегодняшний день в сфере контроля за частной охранной деятельностью сотрудники управления лицензионно-решительной работы работают на нормативных, скажем так, используют нормативную правовую базу, которая была создана еще приказами МВД Российской Федерации. Если рассматривать администрирование, администрирование как осуществление контрольных функций, то непосредственно сотрудниками Росгвардии лучше всего усиление контроля будет видно, если посмотреть на практику и работу по результатам нашей охранной деятельности, лицензионно-решительной работы, вернее. Например, в первом полугодии 2017 года было выявлено 104 нарушения в законодательстве в сфере частной охранной деятельности. За аналогичный период прошлого года всего 55. Значит, приняты меры административного воздействия и реагирования в первом полугодии 2017 года – 104. Значит, в отношении работников частной охранной организации – 53. Общая сумма штрафов составила около полутора миллионов рублей, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Соответственно, идет работа продуктивная, хорошая и с большей ответственностью, скажем так, с большим вниманием относимся к этому виду деятельности, в частности по охранной. То есть законодательство не изменилось, вы просто стали жестче контролировать этот вид деятельности, правильно понимаю? Мы стали следить за исполнением законодательства. Василий Анатольевич, на сегодняшний день как меняется ситуация на рынке охранной и частной детективной деятельности? Какое количество ЧОПов работает? Как менялось их количество за последнее время? Ну, значит, если смотреть, то на 1 июля 2017 года на территории Самарской области зарегистрированы 571 частная охранная организация. Ну, для сведения, в 2016 году их было 601. Значит, 163 частных охранных организаций используют в своей деятельности служебное оружие. За аналогичный период прошлого года 153 в количестве 2582 единицы. Это служебное оружие, пистолеты, револьверы, оружие, значит, карабины, служебные пистолеты под патрон травматического действия, ну и так далее. Поэтому порядок учета гражданского огнестрельного оружия после передачи функции по контролю за его оборотом из МВД России в управление Росгвардии, он не изменился. В настоящее время подразделение лицензоров для работы оказывает государственные услуги гражданам, юридическим лицам в части выдачи лицензий и разрешения, а также вычисляет государственные функции по контролю за его оборотом. В своей деятельности, конечно, руководство федеральным законом Российской Федерации от 3.07.16 года о войсках Национальной Гвардии при тесном взаимодействии с территориальными органами внутренних дел по Самарской области. В настоящее время общее количество владельцев гражданского оружия, состоящего на учете в подразделениях лицензорожительной работы управления Росгвардии по Самарской области, составляет около 83 тысяч человек, на хранении которых находится почти 143 тысячи стволов, единицы оружия так называемых. То есть это целая маленькая армия на самом деле? Да, не маленькая, это большая армия. Из них 16214 – это единицы нарезной охотничьего оружия, 88 386 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, 30 812 – это огнестрельное оружие ограниченного поражения, 183 единицы охотничьего пневматического оружия с дульной энергией 7,3 джоуля. Значит, 82 гражданина в Самарской области имеют лицензии на коллекционирование оружия и патронов. То есть такая тоже своеобразная армия, у которой хранится больше одного, двух и трех стволов. Значит, 139 граждан имеют разрешение на право хранения и ношения наградного оружия. Значит, сотрудники лицензии разрешительной работы совместно с участковыми полномочиями и материальных органов управления дел на Самарской области, по Самарской области, проводят регулярно проверки условий хранения нарушения правил оборота оружия. Их владельцы привлекаются к административной ответственности. Принадлежащее оружие в случае нарушения изымается до устранения и выявления нарушения. Так, за истекший период этого года было выявлено более трех тысяч нарушений правил оборота оружия. Владельцы привлечены к административной ответственности. Изъято порядка полутора тысяч единиц оружия. Ну, иными словами, количество частных охранных предприятий, оно снижается, но очевиден рост количества частных охранных организаций, использующих в своей деятельности служебное оружие. Это связано, конечно, с изменением законодательства, потому что каждая частная охранная организация должна иметь оружие на своих объектах для охраны, соответствующих охранных объектах. То есть сейчас без оружия частное охранное предприятие, на самом деле, уже работать по большому счету не может? Не может. То есть так или иначе оно необходимо. А вот какое количество лицензированных и нелицензированных охранников на сегодняшний день? Да. Значит, в настоящее время на учете в управлении Росгвардии по Самарской области состоит более 16 тысяч работников частных охранных организаций, обладающих правовым статусом частного охранника. Значит, ну, это где-то порядка 70... Аналогичный провод там 16... Сейчас 16 тысяч, в прошлом году 16 729. То есть минус 2 процента. Потому что не все успешно сдают экзамены. К слову, осуществление охранных услуг гражданинам, не имеющим правового статуса, частные охранники, так называемые нелицензированные охранники, являются нарушителями и образуют состав административного правонарушения. Ну, в частности, по... То есть поэтому нелицензированные охранники сейчас работать не могут, на самом деле. Вот любопытный момент, и я заметил, вы не упоминали детективное агентство. У нас на сегодняшний день есть на территории Самарской губернии детективы, частные детективы, скажем так, детективное агентство? Ну, есть, но они входят как раз... Состав ЧОПов? Все, все, ЧОПов. То есть отдельного детективного агентства? То есть своя организация, которая зарегистрирована в установленном порядке, имеет право. А, то есть они как бы оказывают полный комплекс услуг, в том числе и услуги детективного агентства, услуги, так сказать, частного расследования. Вот на сегодняшний день, как изменился порядок учета гражданского и охотничьего оружия после передачи вот этих функций к вам, по учету этого оружия? Ну, порядок он сохранился, он не поменялся. То есть законодательство жестче не стало? Не стало, да. Как изменится оборот гражданского оружия и охотничьего оружия во время чемпионата мира по футболу? Еще один интересный вопрос. Многие зрители, многие, скажем так, охотники или любители стрелкового оружия, спортсмены, говорят о том, что ситуация во время чемпионата мира, она будет, скажем так, несколько другой. Ну, во-первых, сейчас сотрудники Росгвардии как раз нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу, в частности в Самаре, на Самар-арене. И да, действительно, мы прошли апробацию по Куб Конфедерации, все пользование оружием, работа стрелковых киров, магазинов, перевоз, ввоз оружия будет запрещен. На период проведения матчей мундиаля? Да. Это будет на какое-то короткое время или это будет определенный этап до начала чемпионата мира? Нет, это будет период подготовки и период проведения. А, подготовка тоже входит? Да, подготовка и проведение. То есть, за месяц до начала, скажем, проведения мундиаля, чемпионата мира по футболу 2018 года, все меры будут приняты уже для того, чтобы прекратить работу стрелковых киров, как я уже говорил, магазинов, перевозка оружия, ввоз оружия по территории Самарской области. Соответственно, охота, то есть использование этого оружия... Охота тем более, да. Охота будет запрещена. Прекращена. Прекращена на определенное время, да. Соответственно, точно так же будет прекращена работа и стрелковых киров. А вот в этой ситуации, что вы посоветуете охотникам, ну, любителям оружия? То есть, им необходимо будет, если необходимо зарегистрироваться оружие, если они там планируют покупать, продавать, менять... Нет, мы уже сейчас, с сегодняшнего дня занимаемся предупредительными мерами. Идет разъяснительная работа полностью с каждыми руководителями, владельцами, там, тиров стрелковых клубов. Уже была проведена встреча. Мы широко осветили эту проблему, которая будет существовать. Идет разъяснительная работа для того, чтобы не было, не возникало вопроса. Ну, а всем охотникам посоветую, пока есть возможность, приобрести билет на чемпионат мира по футболу, который будет проходить у нас. У нас будет шесть матчей в Самаре, поэтому есть возможность посмотреть увлекательный футбол мирового класса. То есть, на это время... Надо набраться терпения, прийти на футбол с любовью и забыть о тех трудностях, которые были связаны с прекращением охоты и так далее. То есть, на это время лучше просто спрятать оружие в сейф, закрыть его и оттуда не доставать, не трогать? Все правильно. Тем более, что есть так называемая 500-метровая зона, рядом со стадионом, находящаяся по тем жилым домам, которые прилегают на соответствующее расстояние к стадиону. То есть, мы еще раз убедительно обращаемся и будем проходить и подходить к каждому владельцу оружия, проживающему там, с тем, чтобы это оружие было надежно спрятано в сейфе, убрано. Но желательно, чтобы квартира была специально под охрану сигнализации. Потому что это время отпусков, время разъездов, лето. Если кто-то уедет, то мы должны быть уверены, что оружие находится под хорошим замком, в надежных руках, скажем, под защитой. Но увозить-то его оттуда заранее нет необходимости? Да, зачем? Нет, оно должно храниться в сейфе. Пусть оно останется, почему нет. Оно должно храниться надлежащим образом в сейфе, закрытом, в квартире. Ничего не надо вывозить никуда, потому что это сразу влечет другое нарушение. То есть, куда оно будет вывезено, оно может быть хранится в чердаке, в подвале, на даче, еще где-то. Так делать нельзя. А вот в этой ситуации, если человек приобрел оружие и планирует его поставить на учет, у него тоже могут возникнуть некоторые... В это время он не сможет приобрести оружие. Соответственно, если он планирует... Мы не будем выдавать лицензии на разрешение на покупку оружия. Поэтому нужно все это сделать заранее, либо за месяц до начала чемпионата мира, либо уже после того, как все завершится. Конечно. Ясно. Патроны тоже нельзя будет покупать. То есть, все стреляющее в это время будет под запретом на территории Санкт-Петербургской губернии. Василий Анатольевич, если возвращаться к началу нашей беседы, как вы оцениваете эффективность работы Росгвардии по итогам первого года? Вы сейчас рассказали о большом объеме работы. Вот ваша оценка эффективности. Вы знаете, по результатам работы надо судить, наверное, за последние полгода, 17-го года. Потому что первые полгода они были переходными, и мы решали вопросы по переходу имущества в владение Росгвардией, другие организационные мероприятия. Но вместе с тем мы не потеряли служебного применения и готовы были всегда к выполнять задачи. Но более реально, первое полугодие, 17-го года, оно было насыщено различными мероприятиями. И в прошлом месяце в Нижнем Новгороде, в нашем округе, в Приворском федеральном службе войск Росгвардии, состоялся военный совет, на котором командующий округом генерал-полковник Порядин Александр Сергеевич подвел итоги за первые полгода. Значит, по результатам работы мы вошли в число лучших. Поэтому, это говорит само за себя, высокая оценка из уст командующего. Она только подтверждает, что нам надо еще работать, работать и работать. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что так оно будет и на самом деле. Ну а матчи Чемпионата мира по футболу пройдут без эксцессов, в том числе благодаря вашей службе, благодаря вашим войскам. Спасибо. Спасибо вам. Напоминаю, моим собеседником был Василий Глотов, начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Самарской губернии. Удачи в делах. До свидания.